Хотелось бы дать 5 полезных практических советов для всех людей, которые хотят стать волонтерами. Во-первых, мне хочется пожелать всем найти себя на этом поприще. Чтобы вам это удалось, и это было легко и радостно как для вас, так и для подопечных, которым вы хотите и готовы помогать, хочу дать краткую памятку, краткую шпаргалку. Для начала сфокусируйтесь на той деятельности, которую вы готовы оказывать, потому что волонтерство бывает очень разное, оно бывает разных видов. Это может быть донорство, это может быть помощь при ликвидации последствий чрезвычайных событий, это может быть социальное волонтерство, это может быть событийное волонтерство, помощь на тех или иных мероприятиях, спортивных, культурных. Поэтому для начала поймите ту сферу деятельности, на которой вы хотели бы трудиться. Следующий совет – это оцените свои силы, трезво положа руку на сердце. Поймите то время, которое вы готовы отдавать этой деятельности. Оцените, как волонтерство будет соотноситься с вашей работой, с вашими обязанностями по дому, с вашими влечениями. Подумайте о том, как отнесутся к вашему выбору ваши близкие, потому что зачастую волонтерство может идти в ущерб той помощи, которую ждут от нас наши близкие, родные люди в семье. Следующий совет, который бы мне хотелось дать всем потенциальным волонтерам – это искать дело по душе. Потому что выбор организации, которые оказывают волонтерскую деятельность, сейчас довольно большой. И здесь я могу подсказать такой полезный ресурс – волонтер.ру, куда в том числе входит добровольческое движение «Даниловцы» как соучредитель и участник. На этом ресурсе можно найти ту организацию, которая окажется вам по душе. Все эти вопросы, которые у вас были, там же вы можете задать этой организации. Чем занимается организация, какой помощью, как часто она это делает, кто подопечный. Следующий совет – это настроиться на марафонский темп. Потому что волонтерство, а особенно социальное волонтерство, к которому относится добровольческое движение «Даниловцы», оно требует регулярности и стабильности. И будет лучше, если вы будете помогать, пусть немного, но регулярно, нежели чем это будет разово, ярко и недолговечно. И, пожалуй, последний совет, который мне хотелось бы дать – это будьте в радости. Ищите радость от того занятия благородного, но непростого занятия, которым вы решили заниматься. Я бы назвала это обязательным условием для любой волонтерской деятельности. Потому что это то дело, которое должно приносить радость и подопечному, но не меньшую радость оно должно приносить и вам. Поэтому, если вы этой радости не чувствуете, то попробуйте подумать, где ее почерпнуть. Может быть, стоит сменить род деятельности волонтерской. Обратите внимание на тех людей, с которыми вы трудитесь в организации. Ищите радость в общении с ними, в том деле, которое вас объединяет, в новых навыках, которые вы в себе будете открывать, в том добрым деле, частью которого вы являетесь. Поэтому будьте в радости, ищите ее. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...